дорогие мои друзья это опять я приветствую вас всех на своем канале для новеньких кто только пришел на мой канал меня зовут людмила и живу я в одессе я сегодня вот выставила небольшой такой вот до ряд орхидеек я сняла с верхней полочки стеллажа и хочу сегодня подлить но я хочу немножечко изменить полив знаете как раньше у меня был день полива это значит я все орхидеи одновременно поливала но последнее время так как я стала сажать орхидеи закрытую систему у меня немножко знаете каждая вот орхидея стали корни да они стали просыхать по-разному и мне приходится как-то знаете выделять время и немножечко их сначала одни поливать потом другие и вот я решила немножко знаете как сейчас буду проливать вот это орхидеи которые у меня на верхней полочке это вообще большие у меня видите такие 5 литровые горшки здесь живут у меня орхидеи парами до групповая посадка их я уже можно сказать не поливала почти три недели они уже хорошо просохли потому что вот эти большие такие горшки они просыхают очень долго и есть орхидеи которые я недавно пересаживала они тоже знаете там кора не очень влагоемкая и они тоже просыхают очень как бы быстро вот остальные такие знаете более орхидеи старые которые у меня более двух-трех лет более потому что есть орхидеи вообще старожилки так они просыхают даже в таких вот двойных горшках они просыхают намного дольше поэтому я для себя знаете хочу сделать такое распределение хоть у меня и нет еще 100 орхидеи штук 80 я думаю 80 с чем-то уже точно есть надо будет не пересчитать как-то знаете вот все сразу по листью орхидеи это как бы тяжеловато это почти занимает очень много времени так как я раньше их вообще поливала я их знаете как заливала в кашпо вот так вот получается до три четвертых горшка заливала потом всю эту воду сливала то теперь я хочу немножечко изменить я все орхидеи буду проливать грушей я вот сделала вот у меня на заднем плане видите стоит кувшинчик и там стоит грушка и я разбавила немножечко удобрение сейчас покажу какое смотрите друзья вот у меня есть вот такое вот удобрение я разбавила там пишется 30 миллилитров на 1 литр воды это специальная для цветущих растений тут и для орхидеи для зале для антуриумов общем для многих но я сделала я в этот раз ой извините сделала получается не 30 миллилитров а добавила чуть поменьше добавила 50 миллиметров на 2 литра воды и набрала вот поливизатор тоже этого же и вот набрала простой водички буду протирать листики знаете по груши на вот такой вот горшок я так думаю что будет достаточно и например по я не знаю сколько сюда чтобы хорошо смочились корни в общем буду смотреть сейчас я буду всем этим делом заниматься и заодно я хотела с вами поговорить по поводу удобрения знаете посмотрела видео посмотрела видео одно не помню я на каком канале даже можно сказать не одно несколько каналов где девочки показывают и рассказывают что они не пользуются вообще удобрениями ну я понимаю это их не выбор конечно поэтому я их не осуждаю но знаете друзья для меня немножко странно так как я удобрениями пользуюсь и для меня немножко странно то что эти орхидеи у них говорят что не пользуются вообще удобрениями и орхидеи мол хорошо растут может быть я не спорю я у меня тоже был такой период еще когда у меня не было канала когда я не вела свой канал у меня был такой период когда я тоже не пользовалась удобрениями и хочу сказать вам что они не так конечно росли и цвели когда пользуешься каким-либо удобрением они до цветут но не тот случай когда знаете получается очень так чтобы они ярко каскадно да был у них цветонос такого нет поэтому я за удобрения друзья я за удобрения но конечно разумных количествах разумных количествах вот и есть еще каналы которые пропагандируют как бы не то чтобы пропагандирует а просто показывает что можно пользуется пользоваться на натуральными удобрениями они эти удобрения сами делают из каких-то там растений цветочков вот и пользуются но есть один раз я посмотрела видео и знаете просто я не знаю как этому относиться я посмотрела и удивилась я не стала писать комментарии потому что девочки поливают выжимают труд морковку до выжимают эту морковку сок разбавляют и поливают вы представляете сколько у нее наверно мошек потом на этой орхидеи да но в коре же потому что растения в коре живет у нее не знаю я такого не понимаю друзья чтобы поэтому скал поводу скажите есть некоторые по поливают вот я видела девочки поливают водой от кожуры картошки такое тоже есть я такое видела ну я еще могу понять водичкой с риса да когда вы моете рис вывод эту вот хотя этот рис тоже он же что же это не просто вы смываете рис там этот риск когда он обрабатывается шлифуется тоже какие-то наверное какими-то пищевыми добавками туда какие-то пищевые добавки тоже химические наверно но я так думаю я не знаю точно поэтому не буду ничего никому доказывать и говорить ну это еще ладно можно понять но когда орхидея поливает морковкой соком морковки но для меня это немножко странно и вообще у нас мир такой сейчас что невозможно полностью отказаться от химии невозможно потому что мы сами питаемся не совсем натуральными продуктами вот и так же вот эти вот орхидеи которые мог мы покупаем да они тоже получается выращивают эти орхидеи они тоже их хорошо удобряют и очень хорошо питают разными гормонами и стимуляторами и что вы хотите так что я не думаю что наши производители орхидеи совсем уж не пользуются химией орхидеи ки начал порт портится с листочек смотрите вот наверное я еще сделаю ему характере обрежу очень вот так вот у меня сейчас небольшой полив спонтанный тоже опять же спонтанный полив случился знаете каждый день я заметила последнее время что я себя стараюсь чем-то занять чтобы не думать вот этими не думать о том что у нас сейчас происходит потому что происходит у нас сейчас страшно и вообще я очень жду когда прекратятся эти военные действия и россияне уйдут в освоясь и я бы очень хотела чтобы это поскорее произошло чтобы поменьше гибло народу как с нашей стороны так и с их стороны потому что с их не страны еще несколько раз больше гибнет чем с нашей стороны это тоже не есть хорошо друзья так я сейчас поливаю вот эту вот растюху набираю тут в грушу воды жила вот у нее видите камушки наложила подписчица мне наталья сказала что эти камушки ну-ка я их конечно же обработала хорошенько что камушки очень хорошо вытягивают эти корешки у орхидея я думаю что вот одной игрушки вот такой вот у меня игрушку хотя у меня есть еще одна груша я думаю что такой игрушки одной будет достаточно чтоб они не сильно заливать их вот видите сколько там водички ну надо будет посмотреть про мочились они или нет сейчас я про мой ей листочки в общем вот такой вот у меня сегодня порыв полить и пахнуть листики у растений в этот раз я обыкновенной водичкой промываю листочки не с лимонной кислотой не с лимончиком обычной водичкой вообще я их конечно опрыскиваю уже у меня такая температура в квартире сейчас на данный момент что можно уже и опрыскивать вот что вот этот вот и верхний слой коры вот этот верх верхушечка да не будет сильно так просушиваться и можно иногда какой-то вкусняшкой опрыскать по листочкам опять же вкусняшкой кто оригинальными какими-то ну да покупает удобрения органические или какие-то оригинальные удобрения не совсем химические а как бы как бы выразиться правильно сказать хотя всем даже вот эти вот удобрения которые сделаны до из навоза мне кажется туда тоже все равно какая-то часть чего-то добавляется вот этот листочек у нее видите какой стал здесь есть одна орхидейка он стоит на заднем плане которую я недавно пересадила и ну вот совсем да сколько тут прошло и у нее уже там начинают корешок расти и в таком месте этот корешок растет что отодвинул немножко листик от шеи и этот листик стал желтеть я увидела сразу что там корешок растет поэтому не стала его сильно убирать срезалась там вынимать знаете смотреть что там сейчас я вам возьму я покажу вот эта орхидейка сегодня взяла ее подлить да сейчас и смотрю этот дотронулась а он сам и отпал этот листочек наверно вы и не увидите там сейчас не там наверно его не увидите но я вижу что 1 2 даже два корешка я увидела новых свежих сейчас я попробую взять телефон руки и может быть что-то да увидите просто сейчас солнце получается бьет сегодня очень яркая солнечная погода и солнце в окна бьет и получается я еще и свет включила и немножечко не такая съемка как мне бы хотелось сейчас друзья покажу вам и так если я сейчас увеличу он смотрите видите один корешок и вон там второй корешок растет уже ее надо сейчас вот так пролить и помыть ей обязательно листочки о этом даже вон еще корешок и смотрите просто прикрыт корой может быть там и внутри из корешки так я не буду сейчас разбирать ладно сейчас полью эту и покажу вам остальные смотрите вот это вот фэнси у меня в этом году выпустила всего сейчас сейчас одна да вот это вот выпустила один цветонос прошлом году цвели оба растения оба растения у этой было даже два весь цветоноса вот у этой был один вот остались крючки крючки высохшие а в этом году вот это что-то страдает вот эта архушечка она что-то ей не нравится и это чуть которая видите получше выглядит она выпустила всего один цветоносик и уже вот сейчас на данный момент распущена два цветочка это у меня как называется забыла друзья забыла red lip иногда выпадает из головы прямо какие-то слова когда надо вернее когда не надо я и хорошо помню и как называется и все а когда надо перед камерой все забываешь видите вот это вот выпустила два цветоноса и они уже вот раскрываются такие в этом году небольшие у этого цветочки но я думаю сантиметров семь есть видите и вот это другая вот это побольше орхушка вот она такая большая вот этот листик я пыталась знаете как-то ну невозможно его так чтобы вот эта серединка до центр чтобы он был приоткрыт но не получается как-то она будет еще и прилегла немножечко и вот на старом цветоносе она видите выпустила новый вот такой вот шикарный цветоносик он уже сколько раскрыто цветочков красота неимоверная люблю я такие простые знаете орхидеи такие незамысловатые они вообще самые такие очень благодарные и цветут очень очень долго ладно я занимаюсь поливом и протиранием листиков так я собираюсь протирать последнюю вот эту вот орхидейку я ее уже полила сейчас просто протру и поставлю в общем на место меня квартире потеплело так как солнышко на улице и хорошо светит солнышко и это тепло с балкона проходит в квартиру и сразу очень многие орхидейки которые еще знаете молчали бутончики были закрыты очень многие наверно штуки 3 сразу или 4 по одному бутончику по раскрывали думаю что сейчас уже пойдет быстрее раскрытия так я сейчас вот эти вот уже протру и поставлю их на место и попробую еще наверно с окна проверить на окошке нужны ли там полив тем орхидейками или нет если нужен полив то я конечно буду их поливать и покажу вам какие на окошке у меня орхидейки сейчас распустились видео наверно будет очень длинным ничего друзья бывает вот такое вот что хочешь пообщаться да и заодно какое-то дело сделать я например с вами общаясь и протирая листочки сейчас еще ту одну а еще же надо их послевать вот не буду оставлять я воду под дончиках потому что я заметила у меня водичка если с удобрением если бы просто водичка была я бы оставила а с удобрением не хочу оставлять я лучше эту водичку солью с другим цветочком потому что я заметила что если долго стоит вода с каким-то удобрение удобрением в кашпо она начинает знаете такой кисель превращаться я не хочу потому что у некоторых горшочках некоторых горшочках орхидеи по выпускали прямо туда знаете на дно горшка свои корешки как стильки и не хочу чтобы этот кисель потому что в общем у некоторых орхидеек у меня так стояли орхидеи одно время и попортились нижние корешки нижних орхидеи поэтому я не буду так больше оставлять эту воду мне не сильно квартире пыль садится на цветы потому что я вернее на орхидеи потому что я их очень часто стараюсь опрыскивать поэтому пыль как бы смывается есть которые до растения стоят на окне вот там пыль не на окне на балконе вот там конечно пыль если открытые окна у нас там дорога еще под балконом под домом там конечно пыль собирается намного быстрее но у меня орхидеи на окне не стоят вернее на господи что я все время на окне на окне на балконе потому что сейчас еще как бы только весна началась да еще такая не теплая погода чтоб совсем уже было да тепло тепло но у меня на балконе уже очень жарко сейчас у меня все и балконы открыты и двери межбалконные открыты в комнату вот поэтому тепло сейчас вот так вот постепенно буду поливать если вам будет интересно буду показывать вам видео пролива растений и как они цветут я подоставала орхидеи ну вот с того вот окошко вот видите здесь конечно не все надо поливать но я их все верхушечки просто с пульверизатора опрыскаю чтобы вот эти корешки а то не уже видите какие там внизу корни еще зеленые а здесь уже вот начинают сыхаться надо обязательно их и вот смотрите как они у меня видите это вот друзья вот это вот орхидея я не знаю ее название но я те кто смотрит мой канал я всегда говорю что она цветет у меня через год прошлом году она не цвела позже позапрошлом году у нее был один цветонос в этом году у нее два цветоноса вот она так вот выглядит эти какая красотулька сейчас надо ее обязательно сфотографировать вот это пера пикатии еще видите еще доращивает не знаю еще не скоро будет распускать да если этих уже вот-вот вот эти вот распустятся да это magic art уже почти он видите как распускает это принц леопард но я недавно и показывала был с одним листочком уже у него эти в разные стороны смотрят эти две сюда этот в ту сторону и этот раскрывается тоже непонятно наверх потому что мне так как они вот эти все цветоносы длинные и они все смотрят в окно мне постоянно приходится их как бы крутить переставлять чтобы они не смотрели ну не дотрагивались до окна хотя уже тепло а теперь сейчас будет солнце светить и получается чтобы не обжглись эти цветоносы а вот это вот две орхидейки видите которые были у меня покусаны трипсами вот этот листочек вот один и вот 2 орхидейка вот видите вот это вот я их выхаживала спасала от этих трипсов и здесь смотрите какая орхидейка с каким цветоносом видите цвет цветонос раздвоился вот он раздвоился и еще одна у меня вот там вот на полочке среди вот тех вот орхидей у меня тоже есть такая орхидея где цветоносы также вот раздваивается как знаете язык у змеи двойной ну в общем они еще так знаете только только начинает цвести и так я сейчас некоторые полью некоторые опрыскаю вытирая листочки и оставлю на место и на сегодня все завтра будет продолжение если вам интересно то вы оставайтесь на моем канале и будете смотреть так постепенно буду вам показывать все свои орхидейки которые у меня уже раскрыты и которые только раскрываются вот если вам интересно подписывайтесь кто не подписался оставайтесь на канале нажимайте обязательно на колокольчик чтобы не пропустить мои новые видео и друзья обязательно жду от вас обратной связи потому что знаете без обратной связи нет даже математ мотивации ну что-то снимать как-то вообще что-то делать тем более после последних случившихся вот этого случая который у нас прилета вообще настроение никакого нет но я себя заставляю прямо на сильно что-то делать вчера пересаживала камбрию да вы видели это видео сейчас покажу при дневном свете как это камбрей выглядит тут вот у меня вот эта полочка одна уже почти не почти но почти вся тут еще сколько четыре раз два три четыре четыре еще орхидейки должно распуститься вот эти вот я сегодня поливала вот я их расставила а вот это вот вот те камбрии про которые я вам рассказывала я их пересаживала вот пока висят так я все собираюсь сплести такое знаете кашпо даже нитки прикупила но никак времени мне не хватает сесть и заняться этим делом все друзья я на этом заканчиваю видео потому что очень длинная а некоторые не любят смотреть длинные видео буду ждать ваших комментариев под видео как вы относитесь к удобрениям и куда вы склоняетесь все таки поливать удобрениями или все таки органическими какими-то удобрениями или знаете более натуральными что вы предпочитаете вот мне вот интересно и поливаете ли вы свои вот цветущие орхидейки удобрением не очень тоже интересно я сейчас еще продолжаю поливать и даже эти все поливала и ни одна орхидея как вы видите не завяла все друзья на этом все спасибо вам за внимание и до скорых скорых встреч берегите себя обязательно всем пока пока